Добрый день, уважаемые коллеги, партнеры и инвесторы! Вы находитесь на канале Двигатели Дуйнова и с вами, как всегда, Александр Сударев. На территории Совалмаш, как всегда, полно работы, и она действительно кипит. Очередным подтверждением этого является данная надпись «Ремонт». Давайте уберем это слово и нашему взору открывается табличка Совалмаш, а это значит, что это очередное новое помещение. Что находится за этой дверью, сейчас я вам рассказывать не буду, но это имеет прямое, я бы сказал, непосредственное отношение ко мне и нашей съемочной команде. Я являюсь ответственным за результат ремонта, который будет там представлен. И я вам скажу так, что данное помещение очень сильно повлияет на качество производимого нами контента. И благодаря этому помещению, как только оно будет закончено, а остались финальные штрихи, мы вернемся с нашей еженедельной передачей «Экспертное время». Поэтому ждите скоро, увидите много нового и интересного. Ну а теперь давайте посмотрим, чем заняты наши технические специалисты. На плечи технических специалистов ложится очень много задач. Это и разработка, соответствующей документации, разработка самой технологии, точнее двигателей, к которым применяется данная технология, выпуск установочных партий, постоянные тесты, прототипы. Дел действительно много. Но для того, чтобы все это эффективно работало, необходимо подготовить патентную защиту. И вот как раз эти документы говорят нам о том, что с этим все в порядке. В наши патенты невозможно найти или сомневаются в их эффективности и корректности. Вот давайте разберемся в двух словах, буквально простым языком, как работает патентование и какую работу необходимо провести специалистам для того, чтобы патент получил свое право на существование. У меня в руках находится решение о выдаче патента на изобретение. Заявка номер такая-то, дата подачи заявки такая-то. Сейчас вы все это видите на своих экранах. В результате экспертизы заявки на изобретение по существу установлено, что заявленное изобретение относится к объектам патентных прав. Соответствует условиям патентоспособности, сущность заявленного изобретения в документах заявки раскрыта с полнотой, достаточной для осуществления изобретения, в связи с чем принято решение о выдаче патента на изобретение. Заключение по результатам экспертизы прилагается. Это говорит о том, что мы прошли необходимые проверки, необходимую комиссию и то изобретение, которое мы хотели запатентовать, одобрено. Теперь идем к документу, который идет в приложении. Отчет о поиске. В данном документе также показан регистрационный номер, дата подачи, продемонстрировано, какие патентные базы были проверены и, конечно же, категория, которая была присвоена. В нашем случае это категория А. Если мы посмотрим обратную сторону, то здесь сказано, что категория А — это документ, определяющий особый уровень техники и не считающийся особо релевантным. После того, как все необходимые проверки были пройдены, а зачастую это связано не просто с подачей документов и ожиданием, а непосредственно контактом с экспертами и доказательством того, что ваша технология является уникальной и что придумана она или изобретена именно вами, и вы имеете полное право запатентовать ее. Мы получаем соответствующий документ, именуемый патентом. На основании этого документа мы являемся полноправными его владельцами. И теперь давайте разберемся раз и навсегда, каким образом вы можете найти данный патент на официальных ресурсах в интернете. Переместимся за компьютер. Итак, мы переместились за компьютер и я сразу прошу прощения у вас за интершум, который вы слышите на заднем фоне. Дело в том, что мы находимся в рабочем помещении, здесь стоят мощные сервера и от этого шума мы никуда убежать не сможем. Итак, для того, чтобы найти патент, нам необходимо открыть любой поисковик — Яндекс, Гугл, что угодно — и написать следующую фразу — открытые реестры. В данном случае нам нужны открытые реестры ФИПС. После чего мы попадаем на официальный сайт ФИПС и видим Федеральный институт промышленной собственности. Фактически это отделение Роспатента, которое занимается, собственно, патентом. Далее мы попадаем в эту вкладку, открываем реестр изобретений и вот здесь самое интересное — нам с вами необходимо воспользоваться номером, который указан на патенте. Найти вы его можете на нашем сайте sovelmash.ru. В разделе «Патентов» представлены все наши патенты и новые патенты, в частности этот, будут в ближайшее время туда добавлены. Поэтому у вас есть уникальная возможность ознакомиться с фотографией патента и, конечно же, с его содержанием. Далее вставляем номер в окно значения. У меня он уже скопирован. Нажимаем «Найти» и получаем подробную электронную версию, в которой вы сможете ознакомиться со всеми тонкостями и нюансами. Некоторые из вас пробуют воспользоваться таким ресурсом, как Яндекс.Патент и найти его там. Но дело в том, что мне неизвестно, кто занимается модерированием этого ресурса и каким образом патенты туда добавляются, особенно новые, и с какой скоростью, и кто за это отвечает. Поэтому, скажем так, прибегайте к использованию официальных ресурсов, и тогда у вас никогда не будет проблем с нахождением того или иного патента. А также мы рады сообщить вам, что Sovelmash получила очередной новый патент. И сейчас наш технический специалист вам подробно о нем расскажет. Я Агриков Юрий Михайлович, руководитель патентной службы компании, которая, в частности, занимается развитием идей Дмитрия Александровича Дуянова, касающихся совмещенных обмоток, а также нашего главного изобретения малошумного синхронного двигателя, касательно мотор-колес. В свое время мы разработали, успешно испытали мотор-колесо для инвалидной коляски и получили соответствующий патент номер 106303 на промышленный образец мотор-колеса для инвалидной коляски. Дальнейшего развития является, собственно, обращенная асинхронная машина в качестве двигателя, встроенный в мотор-колесо. Последний патент, который мы получили, называется энергоэффективная обращенная асинхронная машина. Суть этого патента заключается в следующем. Я прямо прочитаю из формулы изобретения. Энергоэффективная обращенная асинхронная машина, вращающаяся. Почему энергоэффективная? Потому что здесь использованы совмещенные обмотки, включающие корпус, внешний короткозамкнутый ротор и статор, то есть асинхронная машина, отличающиеся тем, вот это является самым главным, что корпус и одно из короткозамкнутых колец беличьей клетки ротора, выполнены как одно целое. Выполнение вот этого отличающегося признака основано на довольно развитом в настоящее время способе литья под давлением. И этот патент позволяет существенно упростить изготовление встроенного мотор-колесо двигателя. Также в этом патенте упоминается о том, что пазы короткозамкнутого кольца и сердечника ротора выполнены с наклоном продольной оси поперечного сечения относительно радиального направления в сторону вращения ротора под углом 8-14 градусов. Это одно из интереснейших достижений нашей компании, заключающиеся в том, что этот наклон пазов позволяет на несколько процентов увеличить энергоэффективность машины. Причина заключается в том, что получается там более равномерное распределение в рабочем зазоре магнитного поля, ну и соответственно получается вот этот технический результат в патенте. Особенностью данного патента, номер его 270, 75, 85, особенность отражена в отчете о поиске, который проведен Роспатентом. Обычно в патентах, вернее в отчетах упоминаются документы, относящиеся к предмету поиска. Обычно это патенты, которые рано или поздно были до подачи данного патента зарегистрированы в Роспатенте, а также в других патентных ведомствах по всему миру. Так вот, здесь упоминается целый ряд этих патентов, причем они отмечаются особыми категориями А, Е, Л и так далее. Вот категория А, это документ, отмечается такой категорией, который определяет общий уровень техники и не считается особенно релевантным. То есть, если у нас предыдущие все документы, имеющие отношение к данному патенту, отмечены индексом А, вот как здесь указано, а также вот здесь, это говорит о чем? Если говорить простыми словами, это говорит о том, что данный патент, данное техническое решение обладает абсолютной мировой новизной, что нет близко расположенных, близко касающихся, близко вот этого технического решения. Вот в частности, например, я могу зачитать. Если категория Е, то более ранний документ, опубликованный на дату международной подачи или после нее имеется такой, вот его здесь нету. Допустим, категория Л, документ, подвергающий сомнению, притязание на приоритет или который приводится с целью установления даты публикации другого ссылочного документа. Надо сказать, что большинство патентов, которые вот и мы получили, а их десятки, там, конечно, не все категории А указаны в соответствующем отчете о поиске. Вот, но это у нас вот такой патент уже второй в нашей компании, в котором зарегистрирована Роспатента абсолютная мировая новизна. В настоящее время у нас подано еще несколько заявок на патенты, касающиеся мотор-колес. То есть мы довольно успешно работаем в этом направлении. Несколько слов о упомянутом патенте на промышленный образец. Мотор-колесо для инвалидной коляски. Этот патент касается разработанного нами и испытанного мотор-колеса. Вот это мотор-колесо. Оно также отличается высокой энергоэффективностью, а также разработано таким образом, что достаточно просто может быть изготовлено на промышленном предприятии. Мотор-колесо, на наш взгляд, довольно эффективно. И, в общем-то, мы уже имеем несколько образцов легкомоторной техники, в которых используются аналоги этого мотор-колеса. Ну а на этом все. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайк, нажимайте на колокольчик и будьте в курсе всех последних событий из жизни проектов двигателя Дойнова. До новых встреч!